В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Силы АТО придерживаются перемирия согласно минским договоренностям. Боевики же продолжают обстреливать позиции украинских военных и населенные пункты. В результате один военнослужащий погиб, восемь ранены за минувшие сутки. Есть жертвы и среди мирного населения. Боевики же продолжают огневые атаки на Донецкий аэропорт и пригород Мариуполя. Наиболее сложная ситуация вблизи Дебальцево Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Боевики продолжают приносить бедствия жителям Донбасса и уничтожать инфраструктуру региона. Так, в результате минометного обстрела населенного пункта «Счастье» разрушением подверглась местная больница, а также несколько гражданских сооружений. Погибла одна женщина и ранены 16 местных жителей. Из них трое в тяжелом состоянии. Ночь в Донецке прошла спокойно, однако уже с утра в городе слышны артиллерийские залпы из тяжелых орудий, сообщают в Горсовете. Тем не менее, коммунальщики устраняют перебои с водоснабжением в некоторых районах. Накануне не смог запуститься южный водопроводный узел, а Петровский и Кировский набрали недостаточное количество воды, поэтому в районах ее подавали всего лишь в течение часа. Мы лежали в спальне, смотрели телевизор, где-то без 15.11 вечера. 22.45. 22.45, да. Услышали взрыв. Попытались выбежать. Не получилось, потому что взрывной волной захлопнула дверь. Мы упали на пол, когда прекратился обстрел, мы выскочили, увидели, что у соседей горит крыша. Так как воду дают по часам, в 10 часов вечера уже воды не было, мы кинули в водоем, кинули туда насос и пытались тушить крышу, пока приедут пожарные, ну, как-то помочь соседям. Группа совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе продолжает работу, сообщил заместитель руководителя инфоцентра СНБО Владимир Полевой. В ее состав входят представители украинских вооруженных сил и мониторинговая группа ОБСЕ, а также российские военные, которые сейчас проводят переговоры с террористами в Донецке. Российские представители начались с заступником главнокомандующего Збройных сил. Российские представители во главе с заместителем главнокомандующего сухопутными войсками Российской Федерации генерал-лейтенантом Ленцовым Александром Ивановичем сейчас находятся в Донецке. До часа ночи там проходила встреча россиян с представителями незаконных вооруженных формирований относительно установления режима тишины. На данный момент российские представители не вернулись. Результатов этой встречи мы не имеем. И как сообщили в СНБУ, установление зоны безопасности на Донбассе и отвод тяжелой техники возможны после 24 часов режима тишины. Украина готова выполнять договоренности по отводу тяжелого вооружения, установлению зоны безопасности на востоке страны, подчеркнул заместитель спикера инфоцентра СНБУ Владимир Полевой. Процесс существенно замедляется из-за того, что российской стороне все сложнее контролировать боевиков. Более 172 тысяч абонентов частично отключены от газоснабжения на Луганщине, сообщает в СНБУ. Все эти объекты находятся в критическом состоянии и требуют обследования. Газа нет в 39 населенных пунктах, частично без голубого топлива – 24. Вода в Луганске подается почти во все районы по графику. Без водоснабжения остаются несколько районов улиц. Из-за повреждения насосной станции не подается вода в Ровеньки, Свердловск и Червонопартизанск. При остановке социальных выплат в контролируемой террористами части Луганской области вызывает социальную напряженность среди местного населения. В Луганске значительно ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка среди детей, что связано с отсутствием необходимых лекарств и недостатком медицинского персонала, в первую очередь педиатров. Национальная гвардия получила 10 танков Т-64, которые по контракту должны были отправиться в Конго, сообщил командующий нацгвардии Степан Полторак. Технику модернизировали на заводе имени Малышева. После завершения обучения экипажи танки направят в зону АТО. По словам Степана Полторака, продолжается подготовка личного состава нацгвардии и техники к зиме. И на сегодняшний день и бойцы, и машины готовы к работе в зимних условиях на 98%. Новую технику в зоне АТО получат и пограничники. В ночь на субботу из столичной воинской части Госпогранслужбы на восточный рубеж страны выехали 6 БТРов, 8 кразов в ветре микроавтобуса. Колонна также везет пограничникам зимнюю экипировку. БТРы прошли капитальный ремонт на Николаевском бронетанковом заводе. Сейчас там модернизируют новую партию техники. Всего для Госпогранслужбы отремонтировано 20 БТРов и 50 кразов. Уже через несколько дней на границу в зону АТО отправится очередная колонна машин. Российские военные и террористы собирают информацию о расположении сил АТО. Об этом заявили в Госпогранслужбе Украины. К шпионажу привлекают местных жителей, а также используют социальные сети. Кроме того, вооруженные силы Федерации ведут активную радио- и агентурную разведку обстановки на украинской границе. Пограничное подразделение осуществляет охрану и защиту государственной границы Украины, а также меры по линии разграничения между силами АТО и незаконными вооруженными формированиями в условиях напряженной обстановки. СБУ совместно с МВД задержала оборотня в погонах. Майор милиции из Донецкой области был одним из руководителей диверсионного бандформирования «Восток». Основную его часть задержали 21 сентября. Группа планировала провести теракты в Мариуполе и прилегающих районах. Майор оборотень занимался организацией нападения на городское управление МВД и помогал диверсантам беспрепятственно попадать в Мариуполь у задержанного изъято оружие и боеприпасы. Эстония по упрощенной схеме будет выдавать визы людям, которые проживают в конфликтных зонах Украины и хотят приехать к близким в эту страну. Об этом заявил министр иностранных дел Эстония Урма Спайт. По его словам, для них важно помочь людям, пострадавшим на востоке Украины. Поэтому МИД и посольство в Киеве занимаются облегчением их положения. Украина и США проведут совместный бизнес-саммит. Об этом премьер-министр Украины Арсений Ценюк договорился в ходе встречи с министром по вопросам торговли США Пенни Притскер. Кроме того, стороны договорились о совместных действиях в приоритетных для них сферах. Речь идет, в частности, о привлечении американских инвестиций в проекты по энергетике и сельскому хозяйству, а также о поддержке со стороны США в вопросах защиты интеллектуальной собственности, дирегуляции и налоговой реформы. Экспорт украинской продукции в Евросоюз за мае-июнь этого года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Об этом свидетельствуют последние данные Еврокомиссии, сообщил министр иностранных дел в Швеции Карл Бильд на своей странице в Твиттере. По его словам, ЕС либерализирует торговлю с Украиной, в то время как Россия ее блокирует. Напомню, экспорт наших товаров в Россию за первое полугодие 2014 года сократился почти на четверть. В центре Киева прошел Марш Мира, участниками которого стали более 2000 человек, и большая часть из них – люди с особыми потребностями. Некоторые приехали в столицу специально для участия в акции. Их главное требование – остановить агрессию России на востоке Украины и прекратить кровопролитие. Впрочем, заодно участники марша решили напомнить властям и о проблемах людей с особыми потребностями. Сотни людей с ограниченными возможностями, но невероятным желанием жить и иметь право голоса наравне с другими гражданами Украины забрали сегодня здесь, на главной улице столицы. Их главная цель – заявить о своем желании как можно быстрее восстановить мирное небо над единой Украиной. Кроме призывов к миру на Донбассе, рассказывают организаторы акции, у них еще одна цель – напомнить властям всех стран о необходимости соблюдать права людей с ограниченными возможностями, которые закреплены специальной конвенцией ООН. Сегодняшний Марш Мира приурочен как раз к годовщине принятия документа. И потому к этой дате мы объединили этот Марш Мира, чтобы показать людям, что мы есть, что мы такие же граждане, как и все остальные. Хотим, чтобы нас тоже замечали, видели наше творчество и то, что мы вообще можем делать, и то, что мы действительно равные. Участники акции, а их по данным организаторов более двух тысяч, как никто другой понимают проблемы пострадавших в зоне АТО. И сегодня молятся за восстановление мира в Украине. Мы все вместе. Такие, как мы, может, еще больше болеют за мир. Очень хотим, чтобы мир был, чтобы Бог хранил страну, чтобы настал мир, наконец, в Украине. В шествии украсили десятки национальных флагов. Марш с сильных духом возглавили два пара олимпийцев, которые представляли национальную сборную Украины на зимней Олимпиаде в Сочи. Михаил Ткаченко – тот самый спортсмен, который во время церемонии открытия игр в знак протеста против агрессии России на востоке страны вынес флаг Украины. А я уже на закрытии в национальном венке с надписью «Мир». Закрыла паралимпийские игры, так сказать. Вышла в этом венке с лозунгом, чтобы увидел и услышал Путин, потому что он тогда присутствовал на закрытии паралимпийских игр. Необычный марш мира в центре Киева собрал представителей всех областей Украины. Как говорят участники, это еще одно доказательство единства страны и желание как можно скорее остановить военные действия. Андрей Луценко, Асан Аминов, БТБ. Все вместе мы обязательно вернем мир в нашу страну. Спасибо, что вы с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok